Презентация продукта системы активного долголетия. Это действительно уникальный продукт, уникальный по своим свойствам. О нем нам расскажет доктор... Как я проще, специалист. Специалист. Кредитат, который участвовал в пресработке этих продуктов. Который является дистрибьютором нашей компании. И участвует. Который имеет огромный опыт применения этих наших продуктов, которые называются флоринитами. И я думаю, что мы все останемся довольны. Единственное что? Просьба. Не задавать во время презентации никаких вопросов, иначе это будет очень долго. Завтра оплачено 2 часа. За 2 часа мы должны все послушать. Все вопросы потом в 18 кабинете или у тех, кто вас пригласил. Пожалуйста, давайте уважать себя и уважать нашего представителя Москвы. Михаил Борислав Александрович. Я прошу, идите к вам. Добрый вечер, уважаемые Санкт-Петербуржцы. Пламенный привет заснеженной Москвы вам. У вас здесь еще лето. Остатки лет. Мы сюда приехали, у нас, конечно, ваш примат порадовал. Солнышко было. Сейчас. Это же презентация. Это хорошо. Я сегодня к вам приехал с новой информацией. Рассказать о новейших достижениях нашей науки. А именно военной науки, в медицине. Та, которая сегодня доступна вам всем. То есть мы сегодня раскручиваем новый формат здоровья человека, как президент Российской Федерации не сказал, здоровья нации. Потому что все, вы видите, сегодня людей посадили на колеса. Это страшное дело. Люди в аптеку денег переносят больше, чем в магазины. Особенно старшее поколение. Почему? Люди поддаются рекламе, которая незаконно у нас раскручивается по телевидению. И здоровья нации. Подрываются, начиная с молодого поколения. То есть сейчас молодые люди уже с раннего детства начинают принимать химиопрепараты. Это опасно. Опасно для нации. И видя эту ситуацию, наше правительство Российской Федерации, благодаря с президентом, дали такую возможность, чтобы от этой зависимости расхлоподиться. Сегодня я хочу вам рассказать о новых технологиях. Это пептидные биорегуляторы последнего поколения, так называемые, флу-ре-би-ты. То есть, сегодня мы будем разговаривать о пептидных биорегуляторах, которые работают у человека на внеклеточном пространстве. Почему? Я объясняю. То есть у человека клетка занимает 20%. Внеклеточное пространство занимает 80%. И в каком состоянии внеклеточное пространство каково здоровье человека. То есть так будет работать клетка. И поэтому, вот эти возможности, эти препараты, которые сегодня существуют, и уже перевернули мировоззрение многих докторов, даже ученых докторов, в том, что воздействие на организм идет быстро, то есть мгновенно. То есть как оно у нас появилось. Здесь я вижу много населения такого взрослого. Значит, помните прошлый век, 70-е годы, когда шла гонка вооружений, и были созданы агрессивные возможности уничтожить человека. Это ядерная бомба, химическое оружие, бактериологическое оружие. И в то время коммунистической партией и правительством Советского Союза была поставлена задача перед военными метиками. Раз мы создали такое вооружение, значит, надо найти и защиту. И вот как раз были спущены в то время крупные деньги на научные разработки, и ученые наткнулись на некие возможности человека. То есть это полипатентная возможность у человека, которая сегодня дали очень хорошие результаты восстановления и оздоровления человека. То есть что такое полипатентная возможность? Это резервные функции, которые у человека не используются во время его жизни. И когда это все изучалось, то есть ученые натолкнулись, что человек своим жизненным потенциалом пользуется всего примерно на 45-50%. То есть представьте, мы не проживая где-то примерно 50% созданного природом вот этого потенциала. И вот в это время уже затолкнулись на создание новой науки, это геронтология. То есть наука, изучающая старение. И когда эти возможности появились, у нас активно начали заниматься этими проблемами институты Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Киева. Наверное, помните 90-е годы, 91-й год, когда Советский Союз рухнул, и все институты были брошены на произвол. Вроде бы казалось это плохо, да? На самом деле это сыграло на руку. И вот в это время, когда получился такой развал, в институте имени Несмеянова, это город Москва, группа ученых под руководством Емского, Игоря Александровича и его жены Виктории Петровны выдвинули новую тенденцию эффективных георегуляторов, это лоревитин. Естественно, прошло много клинических исследований, испытаний, препараты менялись, усовершенствовались, и добились до той степени, что этот продукт оказался единственный в мире. Почему? Объясняю. То есть, наши ученые добились, что этот препарат можно сжать и закрутить 10 минус 17 степени. То есть, наш препарат, который сегодня существует, он неуязвим. И было выполнено первая задача, поставлено в то время партией и правительством Советского Союза, что создать препарат, который ни под каким воздействием в полевых условиях не разрушается. Вот именно лоревитин можно скепятить, можно заморозить, можно каким-то химическим воздействием, то есть, он не теряет своих свойств. сегодня, до сих пор западноученые не могут понять, как нашим российским ученым удалось в такой нищете создать такой уникальный продукт. Но они немножко недопонимают, что у нас наука и космос едины. и вот эти препараты создавались все на космической станции. То есть, сегодня мы немножко открываем завесу, почему у нас появились такие препараты. Вы, наверное, все знаете, помните и слышите, что у нас космонавты на длительное время улетают на орбиту, ну а, естественно, там они дурака не валяют. Они что-то там ищут, производят, делают эксперименты и поэтому у нас появился такой уникальный препарат. Ну, естественно, первые опыты проводились это на висторовских крысах, затем уже на других животных, потому что у нас есть крупные виварии, где эти опыты можно провести. Ну и впоследствии мы проводили уже крупные опыты это в институте приматологии и получили очень большие шикарные результаты. Вот тогда, когда у нас появились эти препараты, их стали применять уже на наших ребятах, которые служат в российской армии. Ну, вообще, вы знаете, что мы без конфликтов не живем, где-то там что-то вспыхивают и бойцам надо что-то дать. Вот это что-то у нас оно появилось, это первые препараты появились, которые у бойца регулируют стресс-сторону ситуацию. Вы знаете, что человек пришел с гражданки и поставлена боевая задача не по мишеням стрелять, по живым людям, некоторые с этой задачей не справляются. И поэтому надо дать что-то, чтобы он, во-первых, сам выжил и задачу свою выполнил. Вот как раз эти препараты и они очень хорошо помогли на воздействие на наших бойцов, которые выполняли какие-то задачи в горячих точках. Первые препараты применялись это в Афганистане. Афганский конфликт знаете, что он проходил не очень. В нашу пользу много было и потерь, но надо было что-то дать. Второе, значит, эти препараты применялись еще на подводном флоте. Вы, наверное, все знаете, что у нас моряки уходят в Афганонку сейчас. Это примерно на 10 месяцев это под лед ледовитого океана и естественно не у каждого выдерживают в закрытом пространстве все вот эти ограничения, которые там лишают человека. И для того, чтобы человек выжил, не сошел с ума, вот ему как раз дают эти препараты и человек, боец молодой возвращался на берег в нормальном состоянии. Но появилась новая проблема. То есть, когда после автономки возвращались наши моряки, они возвращались постаревшими, то есть лысыми, без зубов, ну, еще потери, те, которые были на тканеспецифическом моменте. Что делать? Вот как раз здесь очень хорошо сыграли наши ученые и разработали препараты, те, которые позволяют нам матросов, моряков сохранить. То есть, такими, какими мы взяли их с горданки. Естественно, очень большое воздействие это космическое пространство на человека делать. Там человек тоже быстро стареет. И поэтому эти препараты применяются для космонавтов и которые длительно улетают с орбиты. И самое главное, тогда, когда они возвращаются. Потому что они возвращаются как кисель. То есть, там пространство, мышечная система не работает. И поэтому надо делать что-то, дать что-то, так, чтобы быстро человека восстановить. У наших препаратов на сегодняшний день более 15 миллионов клинических исследований. то есть, ни один аптечный препарат этого не имеет. Это все вы можете почитать на сайте Ямскова. Наберете Игорь Ямсков. Если там вам интересно, там можно пропасть месяца на три. Да, там очень много всего написано, много всяких исследований. Но самое главное, что это интересно. Самое главное, что интересно. Ямсков. Игорь Александрович Ямсков. А так вообще-то авторское право это группа ученых. То есть, в эту группу ученых входит и еще его жена Виктория Петровна. Потому что препараты сложны. То есть, здесь идет разные входят в технологии и многие задают вопрос, а не могут ли его у нас украсть? Нет, не могут. Потому что здесь задействованы несколько институтов. И вот эта конкретно выходящая структура, она практически никаких вот этим исследовательским воздействиям не поддается. Потому что многие брали японцы брали и так и себя крутили. Особенно китайцы они нюхали, лизали, ну все что хотели не получаться. Им надо так, чтобы они разобрали Mercedes там сделали похоже здесь не получалось. И поэтому им приходится сегодня брать на вооружение и пользоваться. Хотя они нам предлагают конечно давайте мы там завод построен нам это не значит что такое флоревиты значит флоревиты это жидкости коротких аминокислот в жидкой форме и с защитой 10 минус 17 степени то есть их работа когда они подходят к какой-то системе к органу и включаются в работу они начинают экспрессировать и закручиваться с такой же скоростью это примерно скорость реактивного самолета если допустим мы воздействуем на какую-то проблему для систем регенерации то есть восстановление идет в той структурной зоне когда должна работать клетка с ее назначенным периодом то есть понимаете о чем восстановление если положено и 21 день значит она 21 день четко будет работать 4 дня значит 4 дня будет работать а не с растяжкой там где-то месяц 2-3 и самое главное что эти препараты они все безопасны то есть здесь была поставлена первая задача безопасность и это все выполнено то есть любая передозировка никаких проблем человеку не принесет у нас были случаи когда детишки тайком выпивали флакон кроме здоровья ничего не получает ни отравления ничего было такое особенности многие пациенты жалуются когда они приносят у кого есть коты собаки они быстро на это реагируют ничего не трогают в жизни никогда ничего не трогали это то пудо они раскусывают съедают и все туда вылизывают но только единственное что получается все после этого говорят сначала плачут трубку телефона вот съел завтра умрет и вы не переживаете а после завтра звонят слушатели там шерсть такая стала вот помолодел нельзя ли еще купить вот такая реакция работает прекрасно потому что первые эксперименты мы проводили на животных сегодня мы на месте не стоит разработки до сих пор идут идут уже более в тонких сферах и мы постепенно сейчас вам даем новые новые препараты кто уже сейчас слышит да видит потихоньку мы вам что-то там даем новенькое вот сейчас у нас появился новый препарат гипоталануса 29 номер зачем 30 появился надпочечники это вообще я буду сейчас подсказывать это супер бомба я провожу сейчас научные эксперименты на 6 группах населения и результаты вообще просто ошеломляющие ну там и дальше будет есть 31 номер и дальше дальше по номерам то есть сегодня мы вам готовы дать более 156 препаратов это очень как бы сказать прекрасно что у вас есть возможность оздоравливать не только себя